итак записываем видео как делать рассылку значит что у нас имеется есть документ первичный реквест авто и в цели в Олеске здесь у нас есть такие вкладки форма майлер это рабочая вкладка форма майлера сюда мы не лезем вкладки с датами он сам создает здесь мы видим что когда там рассылалась какое время вот изначально ссылка email полный тайтл короткий тайтл год да в принципе то есть там год тайтл можно убирать если не нужно и дата это откуда идет ведется рассылка здесь у нас есть заглавный первая строка пояснительно и дальше ниже вторым со второй начинаем писать куда нужно рассылку первый столбец не заполняем он служит для того чтобы потом здесь писать когда чтобы была рассылка чего и во сколько значит чтобы сделать рассылку вручную можно воспользоваться экстенсенс процесс мануал это рассылка здесь указываем какую строку нужно отправить а точнее сколько строк то есть укажите 5 будет отправлено 5 строк каждый первые 5 форма мали есть также процесс мануал здесь можно указать здесь более совершенно здесь указываем с какой по какую строку отправляем то есть со второй по 20 и так далее через тире здесь при переводе все понятно так чтобы зайти посмотреть поправить письмо и так далее там какие-то внести изменения заходим форма мальдер settings если не авторизованы в календаре то он попросит авторизоваться нажимаете два раза ok и потом еще раз нажимать форма мальдер setting получаем следующее окно здесь мы видим само письмо от кого шлется кому куда шлется тема письма также вот такие теги которые можно использовать как в теле письма так и в имени куда отправлять в теме в письме использованы url title short то есть короткий url то есть есть основа темы и к основе темы добавляется короткий короткой короткий тайтл все время короткий тайтл берется из столбца title short email берется из столбца email то есть это кому отправляем и кто отправляет у нас имя фамилия вот здесь все понятно переходим на вкладку advanced здесь по вкладочкам проходим здесь это с какой вкладке отправляется это максимальная сколько можем отправить максимально то есть количество максимальных треных письма посланных за одну форму потом квота рабочая кота лимит минимальный лимит рабочая кота форма лакошин не пользовался никогда не знаю поставка работа то есть это не изменяем но чтобы переходил по столбцам то есть и сколько всего кота осталось 498 письм в месяц мы в день можно отправить за сутки можно отправить 500 писем с одного такого комната чтобы отправлять больше просто копии делаем копии данные этих документов документы копируются вместе со скриптом и делается потом раз рассылка с другого документа него также переименовывается ну из другого документа из другого имейла с одного имейла можно отправить 500 писем в сутки все нажимаем save and close все что хотели мы поменяли там нажимаем save и close теперь то есть можно сократить этот список то есть title full убирать title short год но добавлять какие-то свои чтобы добавить свои какие-то столбцы это нужно прописывать в код в код скрипта таким образом чтобы это добавить добавилась в сеттинг все вот в этом окошке тогда мы сможем использовать еще дополнительные свои какие-то теги эти теги можно то есть добавляются таким образом здесь выбирается email там title full допустим и нажимаем все все вот так добавился нам это не нужно мы это удаляем еще раз нажимаем save уходим сюда добавляем наш предыдущая рассылка делаем тестовую рассылку себе на почту делаю все выставляю как выставлять триггеры триггеры выставляются через редактор скриптов здесь выбираем проект и здесь выбираем триггеры триггеры текущего проекта здесь уже стоит косметики динамические точная дата и время можно выставить минутный часовой дневной и недельный по месяцам также можно поставить из таблицы но из таблицы никогда не пользовался поэтому не знаю как скорее всего просто выставляется откуда берется время даты время и из какой таблицы и указывается таблица наверное не буду говорить не знаю поэтому выставляем динамическим точную дату выбираем например если выбирать часовой таймер тонн каждый час управляет определенное количество письма где выставлять определенное количество я показал ранее покажу еще раз допустим часовой таймер каждый час нажимаем сохранить каждый час он будет отправлять переходим опять на permission выбираем файл марш сеттингс на вкладку 20 здесь вот выбираем то есть сколько нужно отправить писем за одну отправку максимально это минимальная квота минимальное значение доли где форма прекратит посылать электронные письма то есть если здесь поставить минимально там пять штук он достигнет пяти и перестанет отправлять мы ставим вот для триггеров вот мы видим дэм кота для для триггеров ежедневный порог доли который вызывает электронную почту предупреждения стоит ноль это количество максимальных письм посланных за форму за одну форму то есть это здесь выставляем допустим десять здесь можно играться какими-то вот этими лимитами пробовать варьировать и посмотреть как приходят письма давно не отправлял не помню максимальная квота нужно нужно ли ее выставлять или не нужно то есть нужно попробовать посмотреть как она рассылается то есть насколько помню для триггеров выставляется вот это среднее значение это здесь то либо ставим такое же число либо как и было единицы то есть потому что если ставим единицу она будет его рассылать получаете с задержкой возможно в общем нужно поиграть посмотреть то есть каждый час будет там 10 писем отправляться если такая такие настройки мы нажимаем save and close и потом получаем письма для того чтобы проверить работоспособность триггера я допустим сделаю отправку 10 писем мне же на почту выставлю триггер не часовой а точную дату и тут указан формат даты какой нужно выставлять 1013 через тире 10 тире 0 1 пробел и часы выставляем я уже поменял часовой пояс для того чтобы выставить ваш часовой пояс здесь необходимо выбрать настройки вот украина киев то есть по украинскому времени будет рассылка вестись время мне сейчас 17 выставляем 12 20 через три минуты будет отправка сохранить смотрим еще раз settings форма манеры двенцы тут кого-то рабочие допустим поставим 10 тут единичка посмотрим как она отправится нажимаем сэйв все и ждем осталось две минуты в в в в в Продолжение следует... 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 Продолжение следует...